Якутияне начали рискованные пешие переходы по неокрепшему льду реки Лены. Также на местах зафиксировали неудачные попытки переправиться на машинах. Ряд авто провалилось на полпути. В эти дни инспекторы ГИМС усилили рейды. Репортаж Виталия Абрамова. Отчаянные якутияне, недорожащие своей жизнью, действительно начали пешие походы между Хатасами и Нижним Бестехом. В ходе рейда были зафиксированы десятки нарушителей, которые несанкционированно выходят на лед. На вопрос, почему же они это делают, ссылаются на дороговизну билетов. Вы рискуете своей жизнью. И тут встает резонный вопрос. А сколько стоит жизнь? С начала ледообразования на территории республики произошло 4 происшествия с провалом на водоемах, при которых два человека погибли. Буквально прошлой ночью в Татинском лусе проводился уазик. К счастью, обошлось без жертв. А это уже сегодняшние кадры. Как уверяют в сети, между селами Харинцы и Балаганнах Олегминского луса, таксист решил сократить путь. Спасатели говорят, что безопасным для пешего человека считается толщина льда от 20-25 сантиметров. 15 сантиметров. Вот с этой стороны. 15 сантиметров. Это у нас возле береговой линии. А если дальше, там где течение будет, там еще меньше будет толщина льда. Местные жители с пониманием относятся к подобным рейдам и говорят, что безопасность необходима. Конечно, опасно то, что люди начинают переходить так рано. Ведь ежегодно река забирает жизнь людей и технику. Кроме того, своими геройствами первопроходцы начинают провоцировать остальных, в том числе и автомобилистов. А переправа официально откроется только к концу месяца. Переправа Хатас и Павловск ориентировочно открывается для проезда автотранспорта до 3 тонн с 21 ноября. Далее, с 20 декабря до 20 тонн. Ледовая переправа федерального значения Якутск-Нижний Бестях планируется открыть с 1 января 2017 года сразу до 10 тонн. В Вильнюсской группе лусов с начала декабря. На севере также с конца ноября. Но все зависит от погодных условий, так что возможны корректировки. До официального открытия переправ выход на лед крайне опасен. Виталий Абрамов, Макасаха, Якутск.